Всем привет! Сегодня 26 декабря 2021 года. Мы с вами находимся на границе Полтавской и Черкасской областей на реке Сула. Здесь на трассе Н-08 компания МП Мостострой по программе великобудивництва проводит реконструкцию моста, за которой мы уже давно наблюдаем. За прошедшие месяцы здесь произошли очень важные изменения. Сегодня мы увидим, что именно поменялось. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, вступать в нашу группу в фейсбук, подписываться на нашу страницу в фейсбук. Поддержать мою деятельность вы можете на патреоне или через банковскую карту. Мы находимся на трассе Н-08 река Сула. Для тех, кто не смотрел предыдущие мои выпуски по данному объекту, я напомню, что трасса Н-08 это кратчайший путь из Киева через Борисполь на Кременчуг, далее на Днепр, далее на Запорожье и далее на восточную часть нашей страны. Сейчас мы находимся на реке Сула, недалеко от места ее впадения Кременчугское водохранилище. Здесь эта река очень широкая, в том месте, где я стою, от берега до берега, ее ширина составляет более километра и 600 метров. Со стороны Черкасс сюда подходит дамба, достаточно длинная, и когда-то здесь был построен мост чуть более 200 метров в длину. Сейчас этот мост полностью заменяют на новый. Отличительная особенность у данного моста было наличие в нем одного судоходного пролета длиной 54 метра. Он был фермным, ферма располагалась сверху над проезжей частью. Далее в сторону Черкасского берега была сталь и железобетонная эстакада советского образца. И в сторону Полтавского берега был один коротенький балочный железобетонный пролет. Сейчас мост полностью меняется, но при этом решили оставить судоходный пролет, хотя пока здесь судоходство какого-то активного не ведется, но есть надежда, может быть, оно возобновится. Соответственно, этот пролет заменили на 96-метровый пролет арочный с двумя полуарками. Сейчас вы видите его на своих экранах. Еще одним интересным моментом данного строительства было то, что до определенного момента не хотели перекрывать движение по мосту. Дело в том, что тут очень нагруженная дорога была, много фур, много легкового транспорта, поэтому до последнего момента старались этот неприятный этап оттянуть. За это время здесь на стапеле сбоку собиралась вот эта часть, и ее потом должны были надвинуть поперечной надвижкой в свое проектное место. Так получилось, что данный мост разбили на две очереди, первая и вторая, то есть строительство данного пролета это только первая очередь. Так вышло из-за того, что в 2018 году, когда это все задумывалось, не было средств на полный ремонт, поэтому решили сделать сначала вот эту первую часть и потом запустить движение, потом, когда будут деньги, сделать вторую часть. Это создало бы определенные трудности, но в принципе трудности и так получились, но более организационного порядка. К счастью, оба тендера выиграла компания МП Маслострой, и благодаря тому, что этот мост был включен в программу Великобудивництва, удалось финансирование вслед за первой частью сразу же открыть на вторую часть. Таким образом, одна и та же фирма, она работает по обеим частям, и можно этот мост будет сдать полностью сразу, одновременно в эксплуатацию первую и вторую очереди. Мне ребята сказали, что стоит задача полностью сделать мост и открыть техническое движение по нему до 24 августа 2022 года, то есть до Дня Незалежности. Пока все идет по плану, и уже параллельно доделывая первую очередь, начали работать над второй. В начале обзора я вам сказал, что здесь произошли очень важные изменения, и наверняка вы уже догадались по картинке, которую я вам показываю, какие именно. Прежде всего, была произведена поперечная надвижка пролета, сейчас он по оси стоит в своем проектном положении, но, конечно, он еще не опирается на постоянные опоры, он покоится на остатках выкаточного пирса, вот одна его часть, вот там другая часть, также его один конец опирается на временную опору, а второй конец опирается на опорные пакеты на устойной опоре. В предыдущих обзорах я вам рассказывал, что надвигать пролет должны были целиком, но до какого-то времени нельзя было собрать вот эту полуарку. Дело в том, что здесь работала строительная техника, здесь полностью видоизменялись опоры, усиливались ростверки, расширялись, поэтому до тех пор, пока работы не были завершены, ребята не могли собрать эту часть моста. Как мне сказали те, кто участвовал в надвижке, концепция по ходу дела поменялась, и все-таки надвинули не до конца собранный пролет, а сейчас уже за последние недели дорастили недостающую полуарку. Здесь, насколько я понял, все болтовые соединения уже закреплены так, как надо по проекту. Сейчас мне рассказали, идет тарировка крепежа, это специальным динамометрическим ключом проверяют силу затяжки, ну а сверху мы видим, идет проварка швов, там соединяются арттропные плиты, соединяются консоли, вся эта работа продвигается к своему завершению. Также мы видим, что уже забетонированная часть откоса на устойной опоре, с этой стороны откос еще не бетонировался, в принципе я не знаю, будет ли он здесь бетонироваться, или как-то по-другому этот вопрос решат, но с другой стороны там есть конус, который уже забетонирован тоже. Здесь мы видим, что уже практически разобран стапель, часть выкаточного пирса тоже разобрана, временные опоры разобраны, эстакады разобраны, и все, что можно использовать далее, оно переезжает на противоположную сторону, там строят эстакаду и делают всякие временные конструкции, для того, чтобы продолжать строить мост дальше. Здесь мы видим тоже построена временная эстакада для монтажников, с которой все необходимые сборочные операции проводились, еще это будет краситься, но очевидно по теплу уже. Сейчас мы находимся над оставшимся фрагментом выкаточного пирса, на нем сейчас держится пролет, там дальше у нас такой же еще один элемент, и именно на этих двух местах будет происходить опускание пролета. Там сделаны специальные поддомкратные площадки, и мост будет приподниматься, вытаскиваются опорные пакеты, после чего все это будет опускаться уже на свои проектные места. Ну а здесь вы видите модернизированную опору, на которую будет опираться пролет, я уже говорил, она была усилена, она была переделана, и она была укорочена относительно предыдущей высоты опор. Почему так пришлось сделать? Потому что здесь опорная часть пролета находится гораздо ниже, чем в старом пролете старого моста. Пока я вам это все рассказываю, мы постепенно поднимаемся на пролет. Если я не ошибаюсь, перильное ограждение я вам уже здесь показывал, а сейчас посмотрим, как ребята доваривают тротуарные консоли. В данном случае идет заварка технологических отверстий, которые здесь присутствовали для чего-то. Основные швы, насколько я вижу, уже сделаны. Я вам уже рассказывал, что таким обычной в практике сборки металлоконструкции здесь идет тройной шов. Два прохода делаются ручным полуавтоматом и финализируется он сварочным трактором. Как видим по ортотропным плитам, здесь два фрагмента доращивалось, что соответствует одной полуарке. Теперь мы любуемся на забетонированный конус. Еще раз повторюсь, пока у меня нет информации, будет ли такой же с другой стороны, либо там как-то по-другому сделают. Хотя можно предположить, что конструкция должна быть симметричная. Теперь мы подошли к месту, где будет мауреровский деформационный шов. Я вам еще раз показываю достаточно странную устойную опору. Чем она странная? Тем, что здесь нету переходных плит. Здесь опора, она сама как переходная плита. С чем это связано, я так и не узнал. Ребята-мостовики не знают. Но с другой стороны, на Черкасском берегу будет обычная устойная опора с переходными плитами. Мы посмотрели в проект. Опять же, вот непонятна разница, почему в одном месте так, в другом месте так. Я могу лишь предположить, что это как-то может быть связано с тем, что этот берег и эта часть моста, она выше противоположного. Но опять же, что из этого может следовать? У меня, как у инженера, нет никаких мыслей. Если меня смотрят проектировщики данного моста, то можете поделиться своими соображениями, почему именно так запроектировали. Вы, наверное, помните, что летом у ребят было несколько месяцев вынужденного почти простоя, из-за того, что здесь аномально поднялся уровень воды. Он затопил шпунты, которые были забиты даже выше проектного уровня. И работать по опорам, по ростверкам было невозможно. Сейчас я очень удивился, когда я увидел эту шпунтовую стенку. Она очень высокая. Я поинтересовался, зачем ребята ее сделали. Оказалось, что она здесь была, но мы ее не видели в таком виде. Сейчас вода упала более чем на 2 метра от того уровня, который мы всегда привыкли видеть. И можете посмотреть не только по шпунтовой стенке, но и сколько всего везде обнажилось по берегу. Тоже интересный момент. Здесь все очень переменчиво. Вода поднимается, вода опускается, несколько метров перепады. Сегодня, кстати, минус 2 градуса, но ужасный ветер, поэтому вы, наверное, заметили, я в капюшоне, сверх каски. И мне ребята сказали, неделю здесь вообще были страшные морозы. К ветру добавлялось до минус 14 опускания температуры. Ну, а вот несколько дней уже более-менее была оттепель. Сегодня опять подморозило. По прогнозам, скоро еще обещают мороз, а после этого опять оттепель. Так что здесь еще те условия работы. Вы видите, что вся сула практически замерзшая, но здесь расчищено во льду место, где может курсировать Блажковус, где может курсировать катер. Дело в том, что сейчас, кроме как на катере, никак не попадешь с берега на берег. Сейчас я таким образом подвожу вас еще одному важному изменению, поскольку уже начата работа по второй очереди моста, то мост разбирается и сейчас никакой связи сухопутной нету между берегами. Кстати, сейчас вы видите кран, который работает на Плэшкоуте, поднимает одну из труб. Это трубы, которые извлечены были из эстакады, из стапеля, из воды. И сейчас эти трубы переставляются. С другой стороны строится временная эстакада технологическая. Сейчас мы подойдем к краю пролета. Я вам все расскажу и покажу. Вы видите, а, наверное, более слышите, что продолжается со стороны Черкасского берега демонтажная работа. В данном случае мы находимся над третьей опорой, четвертой, пятой и от шестой опоры до восьмой, если не ошибаюсь. Сейчас еще остался мост. Его разбирают, разбирают бетонную, монолитную плиту, потом будут демонтировать металлическую часть. пролетного строения. И, собственно, что за эстакады здесь сооружаются? Вы видите, внизу кондуктор. Он направляет трубы. Буквально при мне забили вот эту крайнюю трубу. Здесь будет полностью сделана такая площадка эстакадная, на которой будет работать техника. Видимо, очень осторожно надо быть, поэтому, пожалуй, я отойду отсюда. Всякое бывает. Но продолжу. На эту площадку техника будет попадать по еще одной эстакаде. Эстакада будет сделана вот с этой стороны и будет продолжаться до берега. Также, наверное, вы видите, но мы туда чуть позже подплывем, я надеюсь, там сделали шпунтовую отгородку и временную технологическую отсыпку. Эта шпунтовая отгородка, она будет продолжаться и на другую сторону песчаной дамбы. И, таким образом, на две опоры, насколько я вижу, которые были в воде, можно будет попасть по суше. Таким образом, у нас получится раз, два, три. Три промежутка, которые будут находиться в воде. Пока внизу ребята проводят подготовительные мероприятия, прежде чем погрузить трубу, я продолжу вам рассказывать о дальнейшей судьбе опор моста. Так же, как и те опоры, которые уже закончены, которые находятся подо мной сейчас, следующие опоры будут видоизменяться. Устойная опора, как и опора напротив, будет расширяться на две сваи, которые будут забуриваться по краям ее. Но, что касается промежуточных опор, то сбоку от каждого ростверка с одного и с другого будет забуриваться по три сваи. Ростверк будет пусть, а так же расширяться, усиливаться. Опоры будут срубываться до ростверка и будут монолититься новые стойки, новые ригели. Они будут на более низком уровне, потому что высота пролетного строения нового, металлического, будет выше, чем была у старого пролетного строения. Сейчас мы смотрим мне под ноги и видим, что третья опора уже срублена до ростверка. Там продолжаются еще какие-то работы по подчистке. Забит шпунт. Нельзя было надвигать это пролетное строение, пока не забили шпунт. Вы знаете, что шпунт забивается с помощью вибропогружателя и подъемного крана. Вас может интересовать вопрос, каким образом его будут удалять. Он не будет выниматься, он будет срезаться под водой на определенной глубине. Это все по проекту мы проверили. Здесь сейчас глубина 8-9 метров. Таким образом, в шпунте будет насыпаться 4 метра песка под дна и 2 метра делается тампонажный бетон. Потом по верху тампонажного бетона шпунт ну а все остальное остается уже навечно похороненное в реке. Сейчас мы видим, как кондуктор подправили и начинают опускать трубу. Сначала она опускается, упирается в дно, после этого ее погружателям начинают погружать дальше. Еще одно изменение здесь произошло более в организационном порядке. Вы помните, я вам рассказывал, что планировалось первоначально в первую очередь мостов закончить, пустить движение по всему мосту, после этого точно так же, как собирался этот пролет, который уже готов почти, делать сборку нового пролетного строения и потом также надвигать его поперечной надвижкой. Но поскольку сразу же с паровозиком начали делать вторую очередь, то решили не делать лишних движений и поменяли проект производства работ, теперь будет непосредственно на проектных местах, на временных опорах собираться в летное строение. Я уже рассказывал вам, что пролет, на котором мы сейчас находимся, был изготовлен компанией Укрсталь спецконструкция в городе Николаев на бывшем заводе Океан. Я поинтересовался у ребят, где будет заказывать следующий методоконструкции, они сказали, тоже на Укрсталь спецконструкции и в ближайшем обозримом будущем первые методоконструкции уже должны сюда начать прибывать. Они будут на берегу укрупняться и потом на временных опорах собираться уже над своим проектным положением. Сборка согласно проекту производства работ должна начаться после того, как будут сделаны уже все опоры. Сейчас я спустился в шпунт на третьей опоре. Мы можем поближе рассмотреть, как ребята готовятся погружения в трубку. Сейчас я показываю вам, что происходит на плашкоуте. Мы можем посмотреть по оси моста. И здесь завершается демонтаж надводной части опоры. Видим, ребята долбят, 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 долбят целый день. Сейчас я немножко переместился по шпунтовому ящику, чтобы показать вам это все со всех сторон. Сегодня у меня очень много времени заняло запись этого обзора. Не знаю, что-то не шла у меня речь. Поэтому начинал я его, когда было яркое солнце. Сейчас оно уже заходит. Давайте полюбуемся, что получилось. Сейчас мы видим, как раз идет процесс установки трубы вертикально. вот наша труба. После так ее установят и зафиксируют в этих направляющих на кондуктор и начнут забивать. давайте еще раз уже с такого ракурса посмотрим, что здесь строится. Итак, вот это будет сплошная площадка. Высота этой площадки будет, как мне сказали, чуть ниже вот этой вот балки кондуктора. И вот так пойдет сюда эстакада, по которой будет заезжать техника. Ну, какая техника? Это бетононасосы, это миксеры. В общем, все, что необходимо. Эстакада будет металлическая, на ней будут специальные плиты лежать, типа дорожных. Что-то наподобие того, что сделано на Ареле в качестве временных переездов. Там вполне по ширине могут разъехаться две машины. Так, ну что, здесь мы все посмотрели. Сейчас пока еще совсем не стемнело, перейдем на противоположный берег, посмотрим, что там происходит. Я уже для вас полетал, поэтому полет вы увидите в свете яркого солнца. Какой диаметр трубы? Полторошка? Полтора метра труба. Но здесь бетонироваться внутри ничего не будет, бетон идет только в сваи, а это временные конструкции, которые будут потом демонтированы. кстати, сейчас подо мной еще нету ни песка, ни тампонажного бетона, здесь подо мной только немного льда и далее вода. Но здесь мне сказали по льду очень ходить опасно, потому что такая погода, что сильное течение не дает здесь особо замерзнуть. Вы видите все вокруг во льду, но по нему желательно не перемещаться. надежнее на катере. Хотя говорят, когда здесь минус 20 было прошлой зимой, то здесь намерзало по 30 по 40 сантиметров льда, можно было по нему ходить, даже ездить на чем-то легком. Вот сейчас видите, край пролета опирается на временную конструкцию еще. Это остатки временной опоры, которые здесь были, насколько я понял, когда демонтировали первую часть моста и надо было переопереть оставшуюся часть, чтобы она нигде не сыграла, не сложилась. Все, ребята закончили свою работу или у какой-то технологический перерыв. Сейчас, насколько я понял, они не хотят просто своими отбойниками мешать ребятам, которые переговариваются устанавливают трубу. видимо, решили совместить приятное с полезным, отдохнуть немного. Собственно, чем они могут помешать? Тем, что здесь вы, наверное, слышали, я пытался говорить, когда работал отбойник, вообще ничего не слышно, а сейчас очень важно ребятам, которые между собой должны переговариваться, все четко друг друга слышать и передавать нужные указания крановщику, куда что двигать. На опору здесь можно спуститься только с пролета по вот этой лестнице. Как вы понимаете, после возврата Запорожского Мега-Моста эта лестница кажется мне маленькой, короткой. Видим, геодезия спешит помочь ребятам с уровнем устанавливать трубу, а мы идем к катеру. Давайте я вас не штопну и попробую сразу чуть-чуть в разгон. Да, видим, нелегко пробиться сквозь лед к катеру. Немного посылается, хотя можно посмотреть толщина льда местами сантиметров шесть-восемь, но не везде так. Ребята меня предостерегли, я говорю, давайте попробуем по льду перейти, ни в коем случае. второе путешествие на водном судне за два дня. Надеюсь, вы уже посмотрели мой обзор Запорожского Мегамоста, там мы тоже ходили на буксире, на пилоны в очередной раз. Ну, на таком судне мы еще не перемещались. можно сказать в некоторой степени ледокол. ледокол. Сейчас мы проходим мимо шестой опоры. и видим, где будет заканчиваться шпунтовая отгородка. В настоящий момент мы уже идем по той части, где будет отсыпка. Швартуемся и уходим на берег. Вы видите, сверху сейчас режут, судя по всему, арматуру, потому что периодически там работает отбойник, а периодически оттуда падают искры. Ну, мы поднимаемся наверх. Устойная опора восьмая. И еще раз, тем, кто не видел, показываю, из чего состояло пролетное строение здесь. Двутавровые балки. Они перевязаны какими-то косыми прямыми связями. и сверху заливалась очень мощная плита. Ну, а на плите лежали блоки консольно-тротуарные. Итак, здесь будет по одной большой свае в обсудной трубе, с одной, с другой стороны. И после этого все это будет там наличиваться, расширяться. И сейчас мы видим новую шпунтовую отгородку для того, чтобы не поплыла насыпь, когда на нее будет заезжать буровая установка и другая тяжелая строительная техника. Тут, как видим, сделали уже отсыпку. Этого всего не было. Вот видите, где деревья идут. Так был берег. Сейчас мы уже находимся на отсыпанной части. и теперь смотрим, где будет начало эстакады. Сейчас я нахожусь на площадке под кран. Это огромный кран гусеничный, вы его прекрасно знаете, он разбирал первую половину моста. Он должен заехать сюда для того, чтобы помогать участвовать в демонтаже опор. Ну и очевидно, он же будет снимать металлические конструкции, после того, как будет демонтирована сабетонная часть. Сейчас видим, собственно, что резали, арматура и огромный кусок консоли. А вы знаете, что-то мне здесь берут сомнения, может быть, там была монолитная консоль, просто она была сделана ступенькой. Я вам только что сказал, что она была в виде отдельного блока, но, похоже, я ошибся, потому что вся эта огромная деталь сейчас одной массой демонтируется. я уже вам рассказывал в одном из предыдущих обзоров, что на удивление, хотя в общем-то этот мост обследовался и был признан, во-первых, он был признан практически аварийным, во-вторых, он был признан полностью несоответствующим всем нормативам нынешним по грузоподъемности, тем не менее, вот эта вот плита, она оказалась очень и очень из крепкого бетона. Ребята говорят, что очень с большим трудом удается демонтировать ее. И тут ребята еще по ходу дела уточнения сделали одно, сейчас я повторюсь, я стою на будущей площадке для работы крана, кроме демонтажа пролетного строения старого моста, он будет заниматься забивкой шпунта как на отгородке, так и на опорах, куда он сможет доехать, дотянуться своей стрелой. После того, как кран сделает эту работу, будут убраны вот эти плиты и отсыпка повысится до уровня шпунта, то есть сейчас вы наверняка думаете, почему такой высокий шпунт, потому что до него еще будет досыпаться песок, причем, что интересно, вот он здесь будет идти ровно, потом он пойдет на повышение и от него уже пойдет эстакада, дальше по которой будет техника добираться до следующих опор. Зачем вообще так высоко это все? Потому что вы уже увидели, убедились, что здесь очень играет вода, то выше, то ниже. Вы можете посмотреть сейчас по следам на опоре, здесь вода поднимается выше, чем горизонтальная нижняя перемычка и просто торчат стойки из воды. Для того, чтобы не повторить этого лета проблему, все будет делаться с запасом на случай поднятия воды. Сейчас мы поднимаемся на пролетное строение, оставшееся. Даже отсюда мостик кажется очень узким. И мы видим вот край нового шпунта. Здесь нас и подсыпалось. И отсюда будет работать бровая установка по устойной опоре. Сейчас устойная где-то под нами. Так, ну что сказать. Действительно, мое второе предположение оказалось верным. Это была монолитная консоль. Ну, и потому, что здесь присутствует еще ограждение железобетонное. Я вам когда-то рассказывал, какого года этот мост, но, честно говоря, я уже подзабыл. Поэтому в очередной раз делаю предположение, что это где-то 50-е года. Все такое монументальное, очень похоже на то время. Это строили очень качественно, ну, конечно, без расчета на современные требования. Вы помните, я вам показывал, когда мост еще функционировал. Здесь не могли разойтись две фуры. Стоял знак приоритета и одна фура пропускала другую. Можете себе представить, как это все печально на таком длинном мосту. Сейчас мы видим, с этой стороны уже закончили шпунт, потому что с другой стороны он немножко еще недоделан и свая будет биться вот здесь вот четко по торцу пустое. Да, видим, какая здесь мощнейшая арматура была заложена. Все сейчас режется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну что ж, пожалуй, я вам рассказал и показал все, что увидел и узнал на этом объекте. Теперь предлагаю посмотреть аэросъемку. Ну а после этого мы будем завершать наш обзор, для того, чтобы он не превратился в очередную радиопередачу. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова На этом я завершаю свой обзор. Благодарю вас за внимание, за ваш интерес к моему каналу «Киева и Украины». Огромное спасибо моим уважаемым зрителям-донаторам за поддержку. Благодарю пресс-службу «Крафтодора», которая помогает нам путешествовать. Отдельное спасибо ребятам из компании «Мостострой», которые мне, как обычно, провели полную экскурсию по объекту. Все показали, все рассказали. Огромное спасибо нашим мостостроителям, строителям, дорожникам, метростроителям. Всем, кто радует нас своими трудовыми успехами. Большое спасибо всем вам, кто смотрит меня с подпиской, делится ссылками на мои видео в соцсетях, оставляет мне лайки и комментарии. Если еще не подписан на мой канал, самое время это сделать. Жмите колокольчик, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на телеграм-канал, вступайте в группу в Facebook, подписывайтесь на страницу в Facebook. Поддержать мою деятельность вы можете на Patreon или через банковскую карту. Все реквизиты даны в описании под видео. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, до новых обзоров мира, счастья, любви, здоровья, добра. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Не можем пришвартоваться, потому что накопилась льда. Пытаемся разогнать его багром. Неожиданный у нас паскриптум. Хотел вам показать, как мы ходим на катере. А тут попали на погрузку трубы на плашководку. Паскриптум. Дима Торзок Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом я еще раз с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых обзоров. Спасибо, что досмотрели в этого момента. Пока! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...